Медиагруппа «Авангард» представляет Изменения, которые произошли в 63-м ФЗ В связи с введением нового института доверия третьей стороны И для того, чтобы подчеркнуть суть этих изменений Их особенность, мне кажется, хотя бы в рамках этого доклада Можно провести грань между понятиями обеспечения юридической силы И удостоверение юридической силы Я не претендую, безусловно, на глубокой научности этого разделения И не преследую цели вызвать новую терминологическую дискуссию Подобную той, которая существует в отношении юридического значения И юридической силы электронных документов Я просто лишь хочу подчеркнуть различия в этих понятиях И поэтому прибегну к некоторым образом Если мы говорим об обеспечении юридической силы То мы говорим, наверное, о предпосылках О средствах, о методах технических Организационно-технических, правовых И совершенно очевидно, что в этом смысле Если мы говорим об этом вопросе В категориях процесса результат Если размышляем на эту тему То это, скорее всего, речь идет о процессе Если мы говорим об удостоверении юридической силы То совершенно очевидно, что речь идет о результате Причем результате, который выражен абсолютно документально Он имеет лицо, которое удостоверило Он имеет предмет удостоверения Имеет дату удостоверения И понятная, собственно, сила такого удостоверения Значит, каким образом на сегодня Обеспечивается юридическая сила электронного документа Да, и понятно, что, значит, если мы говорим Об обеспечении силы Это то, что мы имеем сейчас Это нынешняя стадия, нынешний этап А удостоверение юридической силы Это ближайшее будущее буквально Которое наступит с полным вступлением По праву, касающихся ДТС в силу Значит, как сегодня обеспечивается юридическая сила электронного документа Ну, это известный институт Это известная вещь Которая хороша сама по себе Это квалифицированные электронные подписи Помимо массы достоинств, которые Сейчас прошу прощения Которая она имеет Которая она имеет Которая она имеет известный недостаток Она не вечная Она имеет ограниченный срок действия Соответственно, возникает потребность В проверке электронной подписи Как известно, сегодня есть Разные способы, методы проверки Разные субъекты Но преимущественно, как я понимаю Такая проверка Производится самостоятельно И она рекомендуется К такому проведению К самостоятельному На различных сайтах госорганов С помощью специализированных программ С помощью специализированных сервисов И результаты такой проверки Они носят Исключительно информационный характер И не сопровождаются Выдачей Соответствующего документа Соответственно, им крайне затруднительно Придать какое-либо Доказательное значение Собственно, о том, что Такие проверки носят Исключительно информационный характер И по большому учету Бездоказательный Открытый прямо Жирным шрифтом Указывается на сайте госорганов В соответствующем разделе Где можно проверить Электронную подпись Совершенно очевидно Что такого рода проверки И такого рода результаты проверок Они могут удовлетворять Участникам электронного оборота Лишь до определенного момента А именно до того момента Если мы берем гражданские правоотношения Ровно до того момента Когда возникают какие-либо разногласия Допустим, по поводу заключенного договора И уж тем более до того момента Когда, собственно Дело передается в суд И тут же во весь рост встает вопрос А чем мы будем доказывать Те наши электронные взаимоотношения Чем мы будем доказывать Те или иные наши юридические поступки Которые отображены Допустим, исключительно в электронном виде И больше никак Возьмем идеальную ситуацию Когда, ну, условно идеальную Когда договор заключен в электронной форме И исполняется исключительно Или, допустим, уже исполнен в электронной форме Как это мы будем доказывать все В наших реалиях Я имею в виду в до ДТС Но эпоху Совершенно очевидно, что доказать это Крайне проблематично Например, в качестве иллюстрации Давайте рассмотрим такую ситуацию, когда Есть предварительный договор В котором заложены определенные рамки Будущего основного договора Стороны его подписали электронным образом И когда переходят к основному договору Соответственно, нужно волеизъявление сторон И ваш контрагент Такое волеизъявление осуществил Направил вам Текст, электронный текст Электронным образом Основного договора Подписал его квалифицированной подписью Вы эту подпись Имеющимися средствами, способами Которые предлагаются на сегодня проверили И у вас появился Отрицательный результат проверки его подписи Соответственно, ваш контрагент Допустим, он абсолютно уверен Что он сделал вам аферту А у вас полная уверенность в том, что Собственно, его подпись недействительна И то, что он вам прислал Нельзя признать ни афертой Ни тем более будущим договором И вы просто по большому счету Наверное, можете не реагировать На такого рода документы На такого рода подписи Коллизия налицо Представим, что такой спор передается в суд И кто что будет представлять В качестве доказательств На мой взгляд, ответ на этот вопрос Он далеко не очевиден И перспективы этого спора Они довольно туманны И туманны потому, что Достаточных средств для подтверждения Действительности подписи И юридической силы документа В целом, что гораздо шире Чем просто подтверждение электронной подписи Их недостаточно На сегодняшний день Нынешние инструменты не дают Можно конструировать Массу других казусов Для того, чтобы продемонстрировать Существующие проблемы Я не вижу просто Смысла Отнимать ваше время Просто для примера Может быть еще один Небольшой Небольшой пример Который По существу Может затронуть Буквально каждого Участника Делового оборота Это, собственно, риск Оспаривания сделки Которая им заключена И, допустим, благополучно Исполнена много лет назад Риск оспаривания Конкурсным управляющим Ситуация не новая Известная И всем известно Как смотрит суд На распределение рисков Доказывания в такого рода спор Как правило Конкурсный управляющий Арбитражный управляющий Он доказывает Пару формальных фактов О том, что там Сделка заключена В условный период Подозрительности Этой сделки А все остальное То есть Грубо говоря Вашу добросовестность И все ваши действия По заключению Исполнения договора Вы доказаны Обязаны доказывать Самостоятельно И доказывать Убедительными доказательствами Когда мы речь Уйдем О бумажных сделках Понятно Когда мы переходим К сделкам электронным И к тем более Электронному исполнению Сделок То есть О доказательствах Исполнения Которые существуют Только в электронной среде То здесь Результат Проглядывается Крайне печальный Для Лица Чья сделка Оспаривается А последствия Ну всем известно Они тоже И практика Всем известна По такого рода Оспаривания И Тот уклон Который существует При рассмотрении Этих сделок Наибольшее доверие К позиции Допустим Арбитражного Управляющего И Общая тенденция К подозрительности Такого рода Сделок Она известна И В такой ситуации Понятно становится Что Крайне недостаточно Того Внутреннего Ощущения Уверенности В действительности Подписи Которая Дает На сегодня Проверка Владислав Я прошу прощения Немножко Хотел бы Ускорить Поскольку у нас Регламент Можно ли перейти Мы риски эти осознаем О них говорили В первом докладе Нина Ивановна говорила Как известно Риск оценивается По вероятности Его наступления На возможный Масштаб Последствий Поэтому Тут Как бы Стороны Которые Участвуют В электронном Документообороте Они осознают Эти вещи Скорее всего Понимают Что Если есть какие-то У вас предложения Как можно изменить Законодательство Или подход К работе Рабочих групп Чтобы учесть Вот эти вот риски Может быть Вы тогда Про них расскажете И мы Перейдем к следующему докладчику А вы знаете Я может быть Сознаем На собственном докладе На тех тезах Которые у меня изложены Я прошу прощения Что я немножко углубился В конкретику В особенности этих споров Значит По поводу По поводу Того инструмента Правого Который сейчас Предоставляется С введением Действия Нового института С введением Действия Поправок Регулирующих ДТС Значит Ключевое отличие Того результата Проверки Который Предлагает ДТС Это подтверждение Результатов проверки Причем подтверждение Собственного документа Который Минуется Квитанции Квитанции Которые подписываются ДТС Своей подписью От своего имени И под свою ответственность Это означает Что ДТС Несет Все риски Которые связаны С самим фактом Удостоверения Этой подписи И риски В том числе Имущественные Это очень На мой взгляд Ценное качество Которое Безусловно Поспособствует Укреплению Доверия В электронном Документообороте И Которое Придаст Новую силу И особую силу Тем Доказательствам Тем электронным Документам Которые Удостоверяются Квитанции ДТС Это новая функция Которая не существовала Раньше Удостоверяющие Центры Квитанции В полном смысле слова Не выдавали Результатом проверки И ту ответственность Которая заложена В нынешнем законе Применительных ДТС Они не несли Но такая ответственность Предусмотрена сейчас И это очень важный Это очень важный фактор Другая важная функция Которая Предусмотрена в законе 476 ФЗ Касается Проверки Проверки полномочий Участников В электронном Взаимодействии В свете тех Изменения Которые Произошли В частности В сфере Порядки подписания Электронного документа Подписью От имени Юридического лица Они Придают особый вес Такого рода Проверкам Поскольку Как известно Как такие Документы От имени Юридического лица Электронного документа Оборота В котором используется Машина Читаемой доверенности Должна быть Обеспечена Ясность И полное понимание Что же на самом деле Произошло Кто подписал Физическое лицо Юридическое Было полномочия Не было полномочия На что было полномочия И так далее Вопросов масса Подтверждение Необходимо Так вот Говоря о Тех функциях Которые Закрепляются За ДТС Необходимо Ответить еще одну Функцию Очень важную функцию Это функция Обеспечения Хранения Электронных документов И собственно Тех результатов Проверки Которые Осуществил Сама ДТС Поскольку Хранение Само по себе Дополнительно Обеспечивает Юридическую силу Электронных документов По прошествии Определенного времени И от того Каким образом Насколько качественно Насколько достоверно Будет обеспечено Хранение Электронных документов Как удастся Обеспечить Доказывание Того Что тот документ Который передан На хранение Он сохранил Все свои Сущностные Качества Содержательные Реквизиты Все что угодно От этого Зависит доказательная Сила этого документа Поэтому в комплексе Те функции Тот функционал Который заложен Законом Применительно К ДТС Все эти функции Они Направлены На обеспечение Юридической силы Документа И более того На подтверждение Силы электронного документа Я хотел бы отметить Что поправки Которые регулируют Деятельность ДТС Они вступили В заложенные вступления Поэтапные В силу На сегодня Вступили Силу поправки В статью 7 закона 63 Об электронной подписи Которые регулируют Легализацию Иностранной Электронной подписи ДАЛИН Третьей стороной Основная часть поправок Вступает в силу С первого На мой взгляд Оценивая в целом Эти поправки Сущность Вадимого института Можно сказать Что по большому счету Этот институт Хотя по своей сути Частно-правовой Он несет с собой Важную публично-правовую нагрузку Поскольку По большому счету Он Формирует Доказательства Формирует доказательства Обеспечивает Юридическую силу Электронных документов Придает им Большую юридическую силу Чем Этот документ Имел бы Без такого Удостоверения И Тем самым Наверное Третья сторона Обеспечивает Безусловный Вплат В укреплении Электронного документа Оборота Укрепление уверенности В действительности Электронных документов Которые они используются И еще важная Безусловно Функция Это по большому счету Обеспечение Правопорядка В сфере Электронного документа Оборота Поскольку Отрицательный результат Проверки Электронной подписи Он по существу Ставит препятствие В допуск Электронного документа В легальный Документ оборота И как бы громко Это ни звучало Действительно ДТС По большому счету Несет эту функцию Функцию Обеспечения Правопорядка Ну собственно У меня По основным По основным Тезисам Владислав Станиславович Спасибо За доклад Вот Небольшой Вопрос Размышления Со стороны Может показаться Что Сложившаяся ситуация Когда Не отрегулирован Не отрегулирован Порядок Применения Работы Электронной Подписью До конца Лечится Введением Еще одного Субъекта В лице ДТС Как правильно Заметила Нина Ивановна Удостеревающий Центр уже Тоже является По сути Третьей стороной А мы Еще одну Третью стороной Сюда добавляем Еще добавляем Квитанцию Которая Вроде как Должна усиливать И без того Усиленную Квалифицированную Электронную Подпись А технически Нам потом Нужно будет Проверять Подписи На этой Квитанции Не является Ли это Усложнение Сверхмерой И именно В рамках Применения Электронной Подписи В рамках Одного Государства Что вы Думаете Насчет Я безусловно Не автор Этих поправок Но тем не менее Я все-таки Попробую Смотреть Смысл В такого Рода Введение Электронной Института И разделение Мне кажется Речь идет О самом деле О разделении Функций Создания Электронной Подписи Выдачи Квалифицированных Сертификатов И функции Подтверждения Подтверждения Действительности Электронного Документа И хотел бы Еще раз Подчеркнуть Что Функции ДТС Они шире Чем подтверждение Электронной Подписи Там ведь Речь идет И о подтверждении Полномочий И соответственно Речь идет О содержательной Оценки Документа Поэтому Мне кажется Введение Электронного Института Вполне Оправданно Посмотрим Как Каково Будет Дальнейшее Регулирование Сейчас В общем Мы по большому Счету И имеем Две с половиной Статьи И необходимо Наращивание Очевидно Регулирование Подзаконными Актами И тогда Будет понятно Какой Институт Мы получаем А как Вы Сами Считаете Вот Вы Считаете Что ДТС Ну Вот Очень Точно Правильно Вообще Хорошо Что вы Заметили Что это Частный Институт По сути Это Частный Сект Частный Сервис Дополнительный Частный Сервис Ну Я так понимаю Что вы Даете ему Положительный Оценок Но Несмотря На то Что он Еще Законодательно Не особо Развит А На Ваш Взгляд Для Для того Чтобы он Придавал Дополнительную Доказательную Силу Все таки У него Должен Быть Дополнительный Статус Сейчас У него Статус Абсолютно Равный И даже Меньший Если Говорить Об удостоверяющем Центре Скажем Органа Государственной Власти То есть Вы считаете Что ему Надо Приподнять Статус С целью Приподнять Доказательную Силу Или Просто Считаете Что лучше Развивать Практику Частную Практику Это Ведь Вот Этой Валидации Для Того Чтобы Просто В Документообороте В том числе И частном Документообороте Эти Услуги Приносили Больше Пользы Ну вот Я правильно То есть Вы хотите Чтобы Статус Усиливался Или Просто Усилилась Практика Такого Применения С целью Получения Дополнительной Пользы Вы знаете Я Еще раз Хочу Сказать Что На мой Взгляд Польза Введения Этого Института Она Она Важна О том Что Необходимо Как-то Может быть Более Четко И более Явно Обозначить Тот Публично Правовой Статус О Котором Я говорил Функцию Подтверждения И функцию В большом Еще Подтверждение Действительности Юридической Силы Документ Наверное Нужно Как-то Обозначить Может быть Более Четко Говорю Мы Имеем На сегодня По большому Счету Две Статьи Регулирования Больше Ничего Да То Что На сегодня Институт Имеет Частно Правовой Статус Меня Нисколько Не смущает Мы Имеем Аналогию С Нотариатом И Никаких Проблем Нотариальные Документы Специальное Законодательство Существует И Ее Можно Я Завершу На мой Свет Эта Аналогия Совершенно Уместна Сила Удостоверительной Подписи Нотариус Она Весьма Велика Понятно Естественно Обеспечивается Массивом Законодательства Большой Практикой Но Тем не менее Если Говорить Об инструментах Институтах Это Нечто Подобное Нотариальное Удостоверение И Не исключено Что Когда-то Законодатель Предусмотрит Что На На Это Частно Правовой Институт Будут Возложены Совершенно Официальные Публичные Функции Допустим Будут Установлены Обязательные А не Офциональные Получения Квитанции В качестве Подтверждения Легальности Того или иного Электронного Документа Ну То есть В общем-то Это вопрос Электронного Нотариата Я вообще Понимаю Что К этому И сведется Ну Это Я использовал Исключительно В качестве Аналогии Сейчас Не Больше И более Ничего АПЛОДИСМЕНТЫ